Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Толкуем Писание, читаем его с толком, неторопливо, с порталом экзоге.ру. С вами священник Алексей Волчков. Тема нашего сегодняшнего разговора можно сформулировать ее так. Разве можно переводить Библию? И вообще-то говоря, для каждого из вас, для каждого из нас, священников, епископов, монахов, мирян нашей Русской Православной Церкви, совершенно нормально и естественно использовать Писание в его переводном варианте. Мы читаем Библию по-русски, по-украински, по-белорусски, в ее каком-нибудь зырянском, татарском варианте, переводах. И нам кажется все это совершенно уместным поведением каждого человека, который интересуется содержанием библейского текста, словом Божьим. Однако, дорогие друзья, какой бы непривычной практика это не была, какой бы древней она ни оказывалась, все-таки в этом нашем действии, в нашем поведении, в нашей практике есть некоторая богословская проблематика. Замечу, что у многих религий, у многих направлений религиозных, нам близких направлений, имеется в виду иудаизм и ислам, переводное Писание не является Писанием, полноценным, таким настоящим священным текстом. Настоящий Коран, настоящий Танах читается на том языке, на котором это сочинение, эти священные тексты были написаны. Поэтому все всевозможные переводы, которые тоже, конечно же, есть и в исламе, и в иудаизме, они считаются такими примерно приблизительными какими-то пересказами, парафразами, которые вовсе не заменяют и не могут заменить тот самый священный текст, который дан Богом на конкретном языке. язык арабский, либо язык библейского иврита. И поэтому каждый, кто хочет постигнуть глубину священного текста, должен освоить эти языки. И на самом деле современные ученые и современные литературоведы могут эту позицию поддержать. Ведь всем известно, что понимать текст, сочинение литературное нужно на том тексте, на том языке, на котором это сочинение было написано. Каждый перевод вторичен, каждый перевод имеет всегда неизбежный элемент какой-то толковательности, какой-то приблизительности, когда переводчик как будто бы лишь приближается в своем переводческом акте к оригинальному изначальному тексту. И разве не кажется странным, когда какой-нибудь американец, либо британский ученый, либо ученый из Франции изучает нашего Достоевского, Толстого в переводе? Разумеется, мы от него требуем, как от ученого, как от серьезного исследователя, того, чтобы этот человек знал бы русский язык. На том уровне, чтобы можно было понимать замысел этого текста, этого сочинения, написанного Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским, на том языке, на котором не только писал, но и думал автор, создатель этих текстов. Многие христианские конфессии до сегодняшнего дня придерживаются этой практики. Практики того, что есть текст священный, и он написан на каком-то древнем языке, и этот текст, этот язык едва ли стоит переводить, да, а есть какой-то язык такого обиходного бытового общения. Ну вот, например, эфиопы, армяне, сирийские христиане используют Библию, читают на богослужении языке, непонятном для такого простого, обыкновенного верующего христианина. И вот в этом отказе от того, чтобы переводить, использовать, практиковать чтение и толкование Библии в переводном варианте, есть нечто правильное и здоровое, есть понимание того, что мы имеем дело с необычным текстом, с необычной литературой, для того, чтобы подступить к которой требуется от читателя какие-то навыки, какое-то усилие, какое-то усердие. Усилие и усердие в первую очередь в том, чтобы постараться освоить, постараться изучить азы того языка, на котором однажды Бог разговаривал со своим народом, со своими пророками и апостолами. Ну и вообще, конечно, когда говорим о том, что как можно толковать Библию толкователю, экзегету, специалисту, как кажется, специалисту в области экзегета библистики, то, конечно же, тут вопрос кажется нам более однозначным и очевидным. Разумеется, эти экзегеты должны знать язык, на котором эти тексты были написаны. Ну, почему понятно, да? Потому что священный текст изобилует разного рода какими-то рифмами, какой-то иронией, какой-то двусмысленностью, который оказывается понятный для читателя лишь когда он является человеком, знакомым с библейским языками. Библейский иврит, арамейский, древнегреческий язык. Однако, при том, что, как кажется, мы убедились в том, что переводить Библию не стоит, или не стоит спешить с этим делом, или, пользуясь переводными Библиями, нужно все равно хотя бы священникам, хотя бы ученым, экзегетам, знать еще и библейские языки. При всем при этом мы имеем дело, изучая историю существования Писания в народе Божьем, в Израиле, в Новом Израиле, мы всегда сталкиваемся с переводами. Библия, одновременно книга, которую перевести, переводить невозможно, и переводить, может быть, и не стоит, но при всем при этом практика была такова, что и евреи, и христиане постоянно переводили свою Библию. Ну вот, например, известно, что перевод Библии с еврейского языка на язык древнегреческий, который случился в Александрии, это эпоха эллинизма, время этого перевода 3-2-1 века до христианской эры, так вот, перевод большого корпуса сочинений, объемного текста на язык другого народа, на язык другой языковой семьи, макросемьи, это было событие уникальное и из ряда вон, выходящее в среде литературного творчества того времени. Таких предприятий тогда никто никогда не делал. Тем не менее, мудрецы, специалисты в области библейского текста, так можно их назвать, знатоки языка и еврейского, и греческого, знакомые с библейским текстом, какие-то знатоки, мудрецы, евреи, перевели Библию с языка древнееврейского, с так называемого библейского иврита, на язык понятный жителям держав эллинизма регионов Египта, Малой Азии, Сирии, Балканского полуострова и так далее. Вот, понимаете, перевод был сделан. И важность перевода сложно переценить. Известно, что многие ученые считают, что без септуагинты не было бы христианства в таком виде, в котором мы его знаем. Получается, что без септуагинты не было бы и нас, христиан, как будто без септуагинты не было бы необходимого какого-то качества приготовления мира к тому, чтобы там появился богочеловек. И в септуагинте мы находим уникальное такое соединение, сочленение, довольно гармоничное соединение библейской, семитской, еврейской веры и базовые понятия этой веры. Мессия, заповедь, грех, единобожие, спасение и так далее. И при всем при этом эллинистическое, греческое выражение. Да, язык философов Древней Греции используется для того, чтобы изложить на этом языке основы какие-то базисные постулаты еврейской веры. А ведь христианство тоже самое, дорогие братья и сестры. Это когда базовые понятия библейской, семитской, еврейской веры истолкованы на языке большой империи, римской, греческой империи, как будто бы они пересказаны, переведены на другой язык. Помимо, ну вот да, цитата есть очень хорошая, которая как раз содержится в Писании и излагает сложности этого перевода. То есть сами переводчики, занимаясь переводами, осознавали всю шаткость, всю какую-то нефундаментальность, что ли, всю рискованность в его начинании. Это пролог книги «Премудрости Иисуса Сына Сирахова». И вот тут есть такие слова. «Итак, прошу вас, читайте эту книгу благосклонно и внимательно, имейте снисхождение к тому, что в некоторых местах мы, может быть, погрешили, трудясь над переводом. Ибо неодинаковый смысл имеет то, что читается по-еврейски, когда и переведено будет на другой язык». И не только эта книга, но даже закон, то есть Тора, пророчество и остальные книги имеют немалую разницу в смысле, если читать их в подлиннике. И вот в этом суждении древний автор показывает себя как человека, очень хорошо понимающего суть перевода. И современные философы, специализирующиеся в области герменевтики, они это все очень хорошо могут подтвердить. Действительно, что такое перевод? Это не то, что как будто мы взяли шоколадку или конфетку, развернули бумажку, которая эту конфетку скрывала. Это вот еврейский язык. Взяли другую бумажку и как будто бы завернули заново. И бумажка новая, называется язык русский, белорусский, греческий, славянский, латынь и так далее. Нет, переводчик делает гораздо более какую-то глубинную работу. И в этом его, этого перевода, это глубинная рискованность. Как будто бы он пересказывает, переговаривает то, что однажды было говорено Богом, своим пророком и апостолом. И вот тут мы имеем дело лишь с какой-то примерной идентичностью, одинаковостью того, что переведено, и того, что мы называем переводом. Дальше у евреев тоже появляются свои такие переводы, логично назвать эти переводы такими парафразами Библии на арамейский язык. О языках евреев и ранней церкви Иисуса Христа мы уже говорили. Есть такая лекция, мини-лекция на портале exode.ru. Там можно об этом узнать. Но скажем лишь то, что во времена жизни Христа и в последующие века нормальным, обыденным, обычным языком евреев был язык арамейский. А Писания, Танах, Тора, пророки, Писания были написаны на языке библейского иврита. Это разные языки, хоть родственные. И чтобы было понятно во время собраний в синагоге, чего читается и чему нужно комментировать, использовали такие парафразы, пересказы, передающие смысл, но не синтаксис, и не лексику, и не даже сам стройфразы, вот такие использовались переводы. Это называется торгумы. Торгумы-то есть перевод. У христиан бытование Библии Ветхого Завета в христианской среде, это было бытование ее в виде постоянно появляющихся переводов. Об одном переводе мы сказали, перевод был сделан не христианами, а евреями, называется он септуагинта, но христиане с первых веков своего существования, особенно христиане восточные, православные христиане, для них это и была Библия. Септуагинта это и был Ветхий Завет. И все святые отцы и все богослужения используют Ветхий Завет в его переведенном варианте, в переводе этого еврейского текста на язык древнегреческий. И вот, конечно же, в этом есть такая целая драма, потому что, с одной стороны, Библия непереводима, и, с другой стороны, христиане всегда имеют дело с Библией в ее переведенной форме, в переведенном варианте. На Западе, на рубеже 4 и 5 столетий христианской эры, появляется свой перевод, блаженный Иероним, перевел с еврейского оригинального текста, с использованием, с учитыванием вариантов, которые есть в Септуагинте, перевел Ветхий Завет на язык латинский, на язык Римской империи, на язык бюрократии, на язык велопроизводства, на язык литературы, юриспруденции, хроник, которой, конечно же, была богата культура Римской империи. И Рима, католическая церковь, на протяжении тысячелетий я использовала Библию Ветхого и Нового Завета именно в этом переведенном латинском варианте. Называется этот перевод вульгата. Ну, потом начинается эпоха реформации, когда появляются переводы протестантские на языки народов Европы, английский перевод, немецкий перевод, перевод на французский язык, на итальянский и так далее. И история протестантизма – это история, опять же, одновременно глубокого почтения к еврейскому оригинальному тексту. И при всем при этом это есть постоянное генерирование новых-новых-новых переводов. И в настоящее время у каждой конфессии протестантской есть не один, не два, а десяток своих авторизованных таких вот переводов. А что же у нас, да, у славян, у христиан православных, восточной, говоря, католической веры? У нас тоже мы имели дело с Ветхим Заветом в его переводном варианте. Впрочем, эта переводимость, этот переводной вариант фигурировал у нас в своем таком даже усложненном виде, потому что мы имели дело не с переводом септуагинты, а с переводом перевода. Наш церковно-славянский текст является переводом на славянское наречие, славянский язык, той самой септуагинты, которая является переводом еврейского Танаха. И, конечно же, тут мы имеем как будто бы еще одного посредника в том, чтобы до нас дошло это самое слово пророческое до славянского, русского, белорусского, украинского, болгарского уха и сердца. Идея нового перевода на русский язык, они, конечно же, появляются уже во времена Петра Первого. Какие-то возникают первые попытки, первые начинания, комиссии. Но, впрочем, это дело шло не очень быстро, потому что были разного рода опасения. Опасения того, что перевод на русский язык приведет к тому, что как будто бы значение Библии будет немножко девальвировано. Были опасения того, что появятся разные толки, секты и так далее. Были противники этого перевода. Были ужасные события, когда готовый перевод, отпечатанный тираж Библии Ветхого Нового Завета на русском языке был сожжен, уничтожен полностью. Это, конечно же, все, дорогие друзья, были факторами, которые не облегчили, не улучшили культурную жизнь, духовную жизнь в России 19 века, а скорее наоборот. Мы получили Библию на русском языке, русский перевод, получается всего лишь за около 40 лет, 50 лет, до крушения и русской культуры, и русской истории, и Российской империи, до революции. Первое такое вот издание перевода Библии Ветхого Нового Завета на русском, литературном, понятном русскому человеку языке случилось в 1876 году. В настоящее время, конечно же, перевод синодальный, мы об этом переводе говорим, является переводом, который является наиболее авторитетным. У разных конфессий и протестанты, и католики, и православные, когда мы читаем Библию, комментируем ее в таком небогослужебном варианте, формате, во времена каких-то библейских занятий, кружков, чтений библейских, используем, как правило, именно этот синодальный перевод, обладающий одновременно и таким неплохим качеством. Это хороший перевод, довольно для своего времени такой даже отличный. И при всем при этом это перевод, сделанный в те славные времена, когда у нас была хорошая русская культура и прекрасная Российская империя. И когда русские писатели и поэты, которых мы изучаем в школе, они созидали ту самую русскую культуру, в которой мы до сегодняшнего дня имеем счастье жить, находиться, обитать. Однако, конечно же, переводы новые нужны, и переводы новые важны, и слава Богу, в настоящее время появляются и новые переводы Библии Ветхого Завета на русский язык. Из-за того, что мы сейчас занимаемся мини-лекцией и проводим мини-разговор, и мне нужно уложиться в 15-20 минут, я вам скажу лишь об одном переводе, которым пользуюсь я, когда говорю с вами о Ветхом Завете. Имеется в виду перевод российского библейского общества на современный русский язык, он называется по-другому современный русский перевод Ветхого Завета. Мы говорим именно об этой части этого перевода, и этот перевод является максимально точно, и очень аккуратно, и очень, так вот, фундированно, основываясь на выводах науки, на выводах текстологии, этот перевод очень хорош для того, чтобы читать в этом варианте ветхозаветный текст. Первое издание вышло в 2011 году, прекрасные авторы Яков Давидович Эдликинт, Михаил Георгиевич Селезнев, другие авторы трудились над этим переводом, Десницкий, Графов, Смагина и прочие замечательные люди нашего времени переводили разного рода сочинения ветхозаветные на современный русский язык, и они сделали хорошую работу. Я вас призываю каждого купить этот перевод, использовать его в своем домашнем таком чтении. Заканчивая нашу сегодняшнюю с вами мини-лекцию, мини-разговор, я хотел бы еще раз озвучить две очень важные вещи. Первая вещь такая, перевод Библии и любого древнего текста, и любой литературы едва ли возможен. Невозможно перевести Толстого, Толкиена, Моисея, Павла, Шекспира на другой язык так, чтобы это было то же самое. Это будет не то же самое, это будет пересказ, это будет творение по интерпретации каким-то человеком своего первоисточника, текст, с которым он имеет дело. Поэтому перевод невозможен, и каждый, кто желает серьезно изучить священный текст, должен изучать древние языки. Это аксиома, это нечто очевидная вещь. И в этом отношении правы мусульмане и иудеи. Но есть другая, друзья, истина. Все-таки в христианском контексте и даже иудейском контексте всегда были, есть и будут переводы. Переводы как будто бы Богом благословлены. Бог говорит, хорошо, пускай будут переводы, я благословляю труд переводчиков. Бог как будто бы уступает тому факту, что языков много, и надо, чтобы на каждом языке Божье слово звучало, и в этом отношении переводы тоже имеют право на существование. Цель каждого христианина, как минимум найти хороший перевод, или лучше два перевода, три перевода, изучать Библию, опираясь на это разнообразие разных переводов, которые все вместе взяты и могут донести до нас библейскую весть более точно и более доходчиво. Дорогие братья и сестры, наш урок закончен, спасибо за внимание. Помощником нашим в разговоре о переводах и о их невозможности был портал exegi.ru. Не болейте, всего хорошего.